МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире ЕСЛЯХ ПАРАД, с вами Богдан Петров. Два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом произошли на дорогах области за минувшие сутки. В результате аварии погибли 46-летняя женщина и 51-летний мужчина. Моя коллега подробнее. 10 мая около 7 часов утра на 387-м километре автодороги Петропавловск-Нурсултан 46-летняя женщина, жительница Акмолинской области, находясь за рулем автомашины Деву Равон, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с прицепом, ехавшей навстречу автомашины МАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины ДВО от полученных травм скончался на месте происшествия. Данный факт внесен в единый рейс до свидетельного расследования по части 3045-й уголовного кодекса Республики Астан. Назначены необходимые экспертизы, проводятся до свидетельного расследования. В этот же день, в 18.45, в селе Смирново Аканинского района в результате еще одного ДТП погиб 51-летний мужчина. Житель райцентра 84-го года рождения, управляя мотоблоком, совершил столкновение с автомашиной КАМАЗ под управлением жителя Казалжарского района 80-го года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водители и пассажиры мотоблока 70-го года рождения получили телесные повреждения после доставления в Аканинскую районную больницу. Пассажир мотоблока скончался от полученных травм. Медицинское свидетельствование показало, что водитель мотоблока находился в состоянии алкогольного опьянения, в то время как водитель КАМАЗа был трезв. Анастасия Дроняка, Азамат Лиужанов, Служба новостей. В центральной мечети Казалжар прошло соревнование по чтению Корана. В традиционном мероприятии приняли участие воспитанники мечети. Выступали все – от мала до велика. Участники читали наизусть по четыре суры Корана, не нарушая их содержание. Подробности в следующем сюжете. Коран – это слово Аллаха. А те, кто познают эти слова, защищены от плохих мыслей. Коран воспитывает в людях доброту и нравственность. Так, сегодняшнее соревнование повышает интерес молодого поколения к изучению священной книги мусульман. Поэтому реализация подобных мероприятий станет традиционным событием, отмечают организаторы. Говорят, что лучшие из нас познают Коран и передают полученные знания другим. Ведь Коран приносит только добро. Поэтому наша главная цель – взрастить в молодом поколении нравственность и честность, развивать духовную составляющую, чтобы они знали свою религию и свой язык. Сегодня, в священный месяц Рамадан, на соревновании приезжают участники со всех районов нашей области. В соревновании, организованном областным представительством Духовного управления мусульман Казахстана, приняло участие около 50 человек разных возрастов. Самому младшему чтецу – 8 лет. Участники читали наизусть по четыре суры Корана, не нарушая их содержание. Минусы Коран, да? Я начал изучать священный Коран с 7 марта. Сперва учил буквы. Учить их оказалось несложно. Буквам меня научила мама в январе 2021 года. А уже 7 марта я прочитал Кулху Аллаху и дошел до Дуга. Всем победителям, наряду с дипломами, были вручены денежные призы. Тамерлан Тлеубаев, Индира Ахатказа, Рустам Тлеужанов, Служба новостей. К этому часу у меня все. Увидимся в 17.30. Субтитры создавал DimaTorzok